нет я смотрела на других это сатсанга других людей молчать вначале помогает хочу посмотреть как здесь работает я не знаю хочу понять все сразу начинают генерировать благодарность подстройка на как у монитора автоподстройка синхронизация так ну хорошо ладно начинаем вся фишка в чем этот ответ о чем фишка в общем все зависит от вашего выбора качество вашей жизни качество вашей жизни вот вы живете сейчас так по большому счету обычно нас устраивает то как больше не могу настроиться то ну так еще раз сначала вся фишка заключается в качестве жизни которым вы же который вы живете который вы проживаете каждый день у нее просто меня зовут наташа какого фига я зато таша вот я пришла познакомиться с людьми узнать чего-нибудь нового поднять свое говно я смотрю она уже поднимаются хочу делать надо только где кто-то кто будет вести семинар все делать надо точно генерирует благодарность сейчас нежности немножко это не перерыв это все еще молодочек хорошо ладно попытаюсь еще раз отлично есть наш бытовой уровень а потом мы ездим на сатсанге или вот на семинары вроде этого или смотрим открываем видеоролики для того чтобы жизнь стала лучше да можно было улыбаться с утра я например лично открываю комменты и читаю потому что то что там читаю на весь день заряжает энергетику очень хорошо ну да потому что бывают такие моменты как вот кто читал комменты сиськами вечером всю ночь заснуть было невозможно от смеха она уже же перенесена а комменты я удалил обтанную блин комменты я могу пересказать я практически там все наисусь помню подскажите пожалуйста в каком видеоролике грудь наташи видна будет лучше всего там сонастройка дойдет отлично через грудь великолепно может не попала начинать меня по плану там сначала про качество жизни там братом потом про гениев что-то про качество жизни не идет может сразу про гениев все нормально окей чем прикольно люди гений чем прикольно они делают то что кажется невозможным дал у страдают фигней долгое время им грим то отчет и паришься до живи как нормальный человек там не знаю пойди на работу что там сидишь там своей занимаешься какую-то хренью а потом лет через 20 получается что он достигает невероятного открытия там получает нобелевскую премию или еще что-нибудь его показывают по всем телеканалам там он ездит еще куда-нибудь ну или просто сидит работает 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 а вначале все его гнобили до соц говорит живешь не по правилам так вот для гениев мне нравится что для гениев есть определенная них сфера где условия на невозможное практически отсутствует когда человек четко понимает я этого хочу сколько и усилия прилагаю такой результат я и получаю ну если мозг не отключать естественно при том как прилагать усилия потому что я могу убиться в стенку головой чтобы выйти если долго либо я помыру либо я выйду либо я выйду из тела и вот это вот мне нравится эта осознанность ответственности за свою жизнь за то что если я чего-то очень сильно хочу я прекрасно понимаю я несу ответственность за то чтобы это реализовать свои жизни я за это несу ответственность насколько сильно я этого хочу Настолько, в общем-то, много усилий я прилагаю И дело не в том, насколько много я их прилагаю А насколько эффективно я работаю То есть я могу чего-то очень сильно хотеть И реально там 20 лет прилагать усилия Пахать на заводе Не знаю, что еще делать Читать эзотерические книжки 20 лет Практикой заниматься Вот, и все классно Потому что я реально, да, как Наташа говорит Прилагает много усилий Я прилагаю много усилий Я уже 10 лет делаю это, 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 это У гений все просто Они находят самый эффективный и короткий, простой, легкий путь Для того, чтобы достичь того, чего они хотят Потому что в чем фишка? Огромнейший хаос возможностей, целей, идей А мы понятия не имеем, чего мы хотим Четко понимаем, в общем-то, чего мы не хотим Потому что, когда сложно понимаешь свои желания А главное, именно глубинные желания Ради которых готов жить И ради которых можешь умереть, отстаивая себя Когда ты этого не понимаешь Вселенная начинает бросать тебе ситуации Для того, чтобы ты четко понял Я этого не хочу, и этого не хочу И, ой, не-не-не-не-не-не-не В общем-то, каждый раз, отходя от того, чего вы не хотите Вы все время возвращаетесь туда, чего вы хотите Но вот в этом центре вы говорите Я бабла на этом не заработаю Нет, идите сюда О, я этого не хочу, я этого не хочу, я этого не хочу А я здесь себе бабла не заработаю И вот так вот сколько лет может длиться Но вот в этом периоде между одной стенкой и другой стенкой Получается, здесь вот можно заниматься практиками Познакомиться, влюбиться, создать отношения Даже семью От семьи вообще сразу так О, я этого всего, наверное, не хотела Чего же я хотела? Не помню, уже поздно, уже ребенок Уже родился, уже в детский садик пошел Уже есть муж, он ходит налево В общем, целая история уже от того Потому что, в общем-то, вначале я не понимала, чего я хочу Я не понимала, чего я хочу Я не сильно задумывалась А надо ли понимать, чего я хочу Знаете, там, есть вселенная Она полностью безопасна Да, там пишут, полностью безопасна Ну что, я доверяю вселенной Ложусь на шоссе Быть может, меня не раздавит грузовик Да, девушка? Здрасте Мысль потерял Да, это я помню про шоссе А до этого про доверие вселенной Да И человек говорит Я не знаю, чего я хочу Я подожду Оно само как-то сложится Знаете, это в видеороликах, кто смотрит Оно, страшное оно Которое заходит в комнату Начинается говно Как только заходит в комнату Оно Потому что Вы говорите Это как бы не моя ответственность Понимать, чего я хочу Не моя ответственность А чья тогда? Ну вот чья ответственность Понять, чего вы хотите Чем раньше вы понимаете, чего вы на самом деле хотите В общем-то, как только ты понимаешь Это как маяк Видишь эту цель И вселенная складывает для тебя все пазлы Для того, чтобы ты к этой цели пришел Легко и просто У нее там по контракту написано Легко и просто обязуется Еще весело Весело получается Вы кто? Мужчина Назовите имя и фамилию Я? Да Михаил Фамилия? Тверда Хлебов Тверда Чего? А вы? Вы оплачивали? Тайна доступ не разрешен Если не оплачивали Три минуты послушать Можно просто так? Три минуты послушать Засекай три минуты, Антон Засекаем три минуты Три минуты засекаем Время пошло Время пошло Вот вселенная как огромнейший организатор, да? Что организатор делает, Антон? Что организатор делает? Я не в курсе, потому что я игрок А ты как Вот это вот Он не может послушать нормальную лекцию Организатор Организует то Кто за этот ответ? Чего хотите вы? Да А если вы не знаете, чего хотите Что организовывает организатор? Вот если я понятия не имею, чего я хочу Я звоню Антон Я понятия не имею, чего я хочу Делай шиньц Да, сделай шиньц Да, сделай шиньц Не всти гребись по рукам Я говорю Нет, нет, нет Ну как же Ну вот целая вселенная сидит В общем-то Там прописано где-нибудь вконтакте Что Антон занимается организаторским делом Там И ведь чего ты там делаешь Вот Я говорю Я чего-то хочу Антон Я чего-то хочу Я ничего не сделала Вселенная недомысливает Ну что-то хоть Что-то сделала Да И что-то в вашей жизни происходит Правильно? Вы говорите Я чего-то хочу Чего? Я не знаю, чего я хочу Я посижу И оно придет ко мне Я пойму, что я хочу Сидите день Два Три За эти три дня на вас сваливается куча ситуаций Где вы понимаете, чего вы не хотите Однозначно, чего вы не хотите Очень твердо понимаете Я этого не хочу То есть понимаете Вселенная сужает вашу сферу У вас есть В этом огромнейшем хаосе Что-то, чего вы очень сильно хотите Очень-очень сильно хотите Ну вы как бы так говорите Это денег не приносит Папа, мама за это не похвалят Вот муж Это невозможно Да, особенно это невозможно Или это не для меня Или очень много нужно всего делать Чтобы это сделать Или это противоречит законодательству? Противоречит законодательству, да И еще куча разных фишек Закон, мы серьезно противоречит закону Законодательство Это прям на инфрации Она там между строк Это кто-то, кто может читать Между строк И вы сети ждете Но когда же я пойму Когда я пойму Когда я пойму, чего я хочу И опять начинается Вселенная Я хочу понять, чего я хочу Да, уже более детальная формулировка В смысле я хочу Не знаю, чего хочу Сейчас я пойму, подожди Я говорю, Антон Эй, Антон Нет, нет, нет Я говорю, Антон Я хочу понять, чего я хочу Запрос непонятен Запрос непонятен И снова меня бомбардирует куча ситуаций Которые я не хочу Естественно Вот в этих всех ситуациях Есть нечто, что проскакивает Буквально красными флажками Красной ниточкой Чтобы вы Если уже вы открываетесь Чтобы понять, чего вы хотите То будьте внимательны Потому что Между этими моментами Когда вы четко понимаете Этого не хочу Этого не хочу О, я отсюда побыстрее Куда в банк Да хоть в банк Не важно Главное от этого отойти Вот в перерывах Между этими отзеркаливаниями У вас есть момент Понять, чего вы хотите Потому что вам буквально Вот перед глазами показывают Внутри чувствуете То есть когда вы отбиваетесь От момента Я этого не хочу Вы автоматом Как по маятнику Да Уходите внутрь того Чего вы на самом деле хотите Вот здесь вот Обычно такой Я бы Вот если бы Включается законодательство Это невозможно Это не для меня Я этого не достойна Слишком много работать надо Я не знаю Как это сделать просто и эффективно И вы уже отошли от этого центра В общем-то Вы уже просто смотрите Почему для вас это невозможно Не что сделать Чтобы это реализовать А почему для вас это невозможно И отходите 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 В этом месте вы резко понимаете Нет, я этого не хочу И опять Вот как только вы отбиваетесь От того, чего вы не хотите А там обычно такие эмоции Да, недовольство Раздражение Бывают боли, обида Злишься Да что ж такое Я же хочу понять, чего я хочу Почему Вселенная не помогает Помогает Вы нарываетесь на то, чего вы не хотите И очень четко на резонансе Понимаете, чего вы хотите Но вы придумываете Даже не придумываете Вы осознаете, почему для вас это невозможно Почему вы не можете этого сделать Ну потому что Бывают реально такие моменты Там Я хочу летать Все нормальные люди знают Что летать невозможно Ну кроме тех ситхов Которые там на какой-то палочке сидят Да, она не видна И то они не летают Они просто в воздухе сидят А хочется, например, внутри летать Ночью вижу сны Хочу летать Чувствую там эту свободу Какой-то просто думаю О том, чтобы вот воспарить бы И так бы классно Ну нормальный человек Прекрасно понимает Это невозможно Все Закрываем эту дверь И начинаем ходить По отражениям того Чего мы не хотим 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 А потом этот чувак Когда ему уже надоело Забыла, как его зовут Он самолет сделал, да? Ну то есть Летать было невозможно А он сделал самолет Протирает А? Протирает Протирает, да Ика Если очень сильно хотите Понять, чего вы хотите То Вселенная Сужает этот круг Она сужает этот круг Тем, что Еще более ярко Вы понимаете Чего вы в жизни не хотите Еще более глубина То есть Вы натыкаетесь на что-то И вам буквально больно Становится от того Где вы сталкиваетесь С внешними обстоятельствами Чтобы каждый раз Когда этот круг Уже до такой степени Сужается, да Вы уже понимаете Приятная безысходность Ну хорошо Ладно Представим на секунду Что я хочу вот этого, да Потому что В общем-то Из всего этого спектра Осталась только одна вещь И как я теперь это сделаю? Нужно Антону позвонить Антон исчез Антон! Нет В общем я звоню Антону И говорю Ладно, я поняла Я говорю Я поняла Я наконец-то поняла Чего я хочу Объясни мне Как я это сделаю Ну потому что Ладно Хорошо Я уже начинаю чувствовать Что да Это то, чего я хочу Это то Ради чего Я готова жить Каждый день Просыпаться Вставать Там засыпать А лучше бы еще не спать И не есть Чтобы это таки сделать Ну я не понимаю Как мне это сделать Ну я реально не понимаю Как мне это сделать Ну вот я не понимала Как мне вот это вот сделать Да А еще обычный Это то, что вы очень сильно хотите Стыд за очень сильным страхом Например, у меня там был страх Вот такого момента Я стою перед людьми Что-то им объясняю Я Да, кстати Я вас не учу Я делюсь своим опытом Вот, это я забыла вначале сказать Да, и когда из вас попрет говно Благодарность Много благодарности Поднимаем руку И мы все будем генерировать На вас благодарность Из вас еще больше попрет Да, так вот Я делюсь опытом А не говорю вам Что вы живете неправильно Потому что Каждый из нас Взаимодействует со вселенной Через свое тело Вот это вот там Все это выравнивается Все отлично Только вы сами знаете Что вам надо Вы сами можете понять Язык своего тела Для этого Наташа Вам не нужна Неважно, насколько она кривляется И вот за эти все встречи Которые мы проводили Там Запорожье, Киев, Питер Один из главных моментов Которые все время спрашивали Это предназначение Да Чего мне делать в жизни Как вообще Вот весь этот пазл Сложить Чтобы он выстроился Наконец-то стало понятно Какого фига я вообще сюда родилась Потому что все непонятное происходит Я не знаю Зачем я живу Я не знаю Чего я хочу Мама все время твердит Выйди замуж И все станет ясно А ну реально все становится ясно Вы выходите замуж Вы беременеете И все становится очень ясно Невероятно У вас уже ребенок Да И вы понимаете Ну хотя бы здесь есть понимание того Что нужно делать Общий социальный шаблон присутствует Правильно Есть 90% в вашей жизни Которые непонятны Это хаос Вообще непонятно Что там есть А здесь есть замужество И дети В общем-то понятно Потому что нужно выйти А нужно охмурить мужчину Да Первое Второе нужно С мужем Занимаешься сексом Готовишь еду Воспитываешь ребенка Ну Здесь все понятно Вот в этой сфере непонятно Непонятно чего я хочу Тем более Когда я понимаю Чего я хочу То есть да Иногда в эти моменты Я там уже вышла замуж У меня дитё Оно все раздражает На мужа смотришь Думаешь Боже Как я до этой жизни докатилась А мама говорила Все станет просто и ясно Я сажусь и начинаю Например рисовать Ну или ладно Например для меня Больше чем рисунок Это включить там Миди клавиатуру Пианино И просто отдаваться звукам Очень классно Вообще невероятно То есть я сажусь И начинаю играть Просто что-либо для себя Неразученные там мелодии Просто что-либо для себя Такой кайф Обалдеть Тут хлопает дверь Возвращается муж Выключает Закрывает все Здравствуй, дорогой Дорогой Здравствуй Ты с работы пришел Чё тебе надо? Вот Покажу Кушать тебе приготовить Да? Кушать приготовить тебе Нет, секса давай Ну пошли Давай по-быренькому Охренел, да? Мы женаты Видел? Я еще приглашать тебя Должна Делай это красиво Ты ребенка со школы забрал? Ну там остался И начинается куча нервов Да, ссор Клок Вот здесь все понятно Все понятно Если он провинился А он все время виноват Поэтому все становится Еще больше понятно Правильно? Он все время виноват И мама говорила Главное Ты пойми одну вещь Мужчина всегда неправ А потом все свои аргументы Выстраивай из этой позиции И тогда очень просто Получается строить Семейные отношения Потому что Если вдруг он реально Заподозрит какую-нибудь Там наебку Извините за выражение Да? Что быть может Он прав? Начинай истерику Тебе больно Тебе плохо Ты сейчас пойдешь И выбросишься из окна Ну мы ребенка вообще Вычеркиваем Да, вот в этом Диалоге В манежике В манежике Да, ребенок такой в ахуе От всего этого Извините за выражение Кто против матьюков? Так, чтобы я знала Из кого сразу будет лезть говно Кто против матьюков? Это что значит? Это да? Нет? Нет? Ага Ага Вот И главное Он виноватый Что не важно Что происходит Моя психика Отлично Выбирает все инструменты Все механизмы У меня строятся От того, что моя мама Говорила А моя мама знает Что говорит Она живет счастливо Как бы У нее У нас папа Он молчит Деньги всегда дома Она отличная женщина Но она реально Построила гармоничную семью У нас нету ссор Все происходит великолепно Поэтому Смотря на маму Я понимаю Ага Ну в общем-то Если все понятно И хочется стабильной жизни Чтобы можно было Знаете Все это стало Стабильно и безопасно Я могу прийти в комнату Играть на миди-клавиатуре Это классно Сдыхаться всех Там он в школу Вот на работу Вот Он деньги зарабатывает Ребенок учится Я дома Наконец-то Дома Можно поиграть Классно Так вот Он всегда виноват для меня Всегда будешь Для меня виноватым Да А ты еще ребенка забыл Ааа Я тебе буду всю жизнь Это вспоминать Ааа Ты сама звонили Не поехала Я тебе позвонила Я тебе СМС вообще Тебе отправила СМС Забери ребенка СМС ты мне отправила Такая нормальная Звонить мне Не могла Сказать Любимая А ты что не знаешь Что у тебя есть ребенок Любимая Ты помнишь Что ты с женой Разговариваешь Чувак Ты еще здесь А ребенок там Да Нормально Правильно Правильно Это нормально Как бы Вот это нормальное Взаимоотношение А чего вы смеетесь Так и происходит 90% семей Потому что он Всегда виноват А для него Вы думаете Я что ли Святая Я там Не стираю Чего это мне не делаю Скажи мне Перечисли пожалуйста Я хочу знать Просвети меня Не приглашаешь меня Как положено На секс Там В постели Все дела Стриптиз не устраивает Ты понимаешь Я не въезжаю Любовницу Заведи себе И за ребенком Съезди Хорошо Я иду готовить ужин Понял Что разрешаешь Да пожалуйста Главное Чтобы вот это вот Закончилось уже Я права Правильно Я же права Я иду готовить ужин А ты все делай То есть для меня Вот Лес 13 Самое главное Была Это практика Я выросла С бабушкой По большей части С дедушкой В общем-то Папа и мама Мы жили В одном доме В ближайшие парадные Но папа Сама все время Работали Я выросла С бабушкой И с дедушкой И все время Я видела Молчание В семье То есть Если дедушка Что-то не так говорит Бабушка Делает великолепный Жест Она говорит Для меня Стало это ядром В том Где я сейчас Работаю Да и мама так и говорила Бабушка если махнет рукой Это все Это гайки сразу же Это можно уже Забыть За разговор Навык коммуникации Я еще тогда увидела Что Кажется проблема Из-за того Что в общем-то Они даже не разговаривают Друг с другом Бабушка махнет рукой Естественно Дед это задевает Он начинает На нее кричать Она становится Такая Все напряженная Что-то ему скажет Он замахнется Ничего не происходит Драматического Бабушка может просто Опять махнуть рукой И уйти Я не помню Махала ли она второй раз рукой Это опасно Но уже тогда До 13 я жила с бабушкой Вот за эти все 13 лет Когда я там По выходным Видела бабу с мамой И папу с мамой Я не очень-то Запомнила Как они ссорились До этого момента Но очень хорошо Помнила с 13 И до 20 с чем-то Я не помню Когда уже стало Более-менее нормально 21-22 года Из этого молчания Когда бабушка И дедушка В общем-то Они разговаривают И здесь получается Жопа Я перехожу в момент Где люди реально общаются Но они так общаются Что такая жопа Еще страшнее, чем там И в общем-то Я смотрю на это У меня была одна реакция С детства Понять, как это работает Если в детстве Это было как-то неосознанно Мне просто было интересно Это непонятно Нафига мне это нужно понимать То после 13 Когда я занялась Всякими практиками Начала читать Начала пытаться понять себя И все остальное То Видя, как папа с мамой Общаются Я четко для себя Одну вещь Поняла Я не хочу жить так Но если я не пойму Почему так происходит Я не замечу Когда я окажусь В такой ситуации Если я не понимаю Как работает механизм То я не увижу Я снова Я могу точно так же сделать Я не пойму этого Я не знаю Как это работает И вот папу с мамой Поблагодарила Лет в 20 Или в 19 За то, что они показали мне Как я жить не хочу Я не знала Как я хочу жить Я не знала Какую я хочу Семью Какие отношения Я хотела сбежать оттуда Я начала строить отношения Целый год В общем-то Жопа Я пытаюсь разговаривать Я помню Главное не молчать Разговор не получается Потому что Человек начинает молчать А что делать Когда он молчит Я не знаю Потому что Папа с мамой У меня все время Ссорились А мама уходила молча Бабушка с дедушкой В общем-то Бабушка тоже говорила А И уходила И то есть На протяжении С 19 до 20 Сколько мне сейчас 27 В общем До 26 с половиной Я все время Именно через отношения Благодаря Взаимоотношениям С мужчинами Я четко Начинала понимать Как это работает Или как это не работает И училась Осознавать Что я такого теряю Где я еще не понимаю Что в общем-то Взаимоотношения Не налаживаются В какой-то момент Я думала Может быть Любви будет Ну вот с головой Хватит чувства любви Да Знаете Бывает такая Тяга к человеку Офигительно Он тебя обнимает Просто вот Облака тают Все исчезает Вечность Прям Все Кайф Объятия расходятся И начинается быт Тут же Через секунду Страшный быт Подходит Такой Я не могла понять Как сделать так Чтобы было все хорошо Потому что Начитаешь этих книжек Я начиталась этих книжек Я думаю Если любовь Если это самое главное Значит любовь Должна все отстраивать Этого должно хватить Ну реально Правильно Мое чувство любви Оно все Мое чувство любви По сути должно Изменить этого человека Подстроить под меня Чтобы все стало гармонично Так было у меня Но это не работало Естественно не работает Потому что Свобода двух существ Она Самая важная вещь И потом у меня были отношения Где И любовь была И в общем-то Коммуникация была Там Видели общие прошлые жизни Сражались на мечах Там выходили в поле Писали друг другу стихи Когда ссорились Коммуникация остается И тогда я натыкаюсь То есть понимаете Я задумываюсь о том Чего мне не хватает Что я здесь не понимаю Я предполагаю Наверное вот этот кусок Я вхожу в отношения Где этот кусок есть И еще большая жопа Я думаю Где же так главная вещь Чтобы в общем-то Все выстроилось круто И так вот По каждому моменту Я думаю Наверное я это упускаю Нахожусь в следующих отношениях Это есть Это есть И это есть И это есть И все время я натыкаюсь На одну вещь На стену Когда человек Не хочет понимать себя А здесь ты никак Не заставишь человека Понять себя Чтобы у вас Наконец-то стало счастливо Хотя бывают Такие моменты Например говорят Я себя пойму Правильно? Как работает зеркало Я себя пойму И он себя поймет У нас все будет хорошо У нас же дети У нас все должно быть хорошо Поэтому я пойму себя Чтобы он изменился Это тоже не работает Потому что В процессе понимания себя В каком-то месте Есть такой кусочек Когда вы понимаете Что другой человек Свободное существо Если он не хочет Если он делает выбор Не понимать себя Если он делает выбор Проживать вот такой опыт То вы уже не испытываете От этого боль Дискомфорт Или не думаете Сидите и думаете Как бы так построить фразу Чтобы он увидел свою боль Наташа же там пишет Как-то она так фразу выстраивает И другие люди видят свою боль Нужно иметь как-то так Чтобы она Нужно ей написать И сделать ситуацию Да Мне много людей пишут И говорят А что мне ему сказать Ну откуда я знаю Вообще мне понравилось Как-то одна женщина написала Она говорит Мне не нравится Что мой сын Тратит деньги Он там безответственный Наташа Что сделать Чтобы он наконец-то Был таким Каким я хочу Что такое А это было еще года Три назад Когда я только по Аське Работала с людьми То есть я не могла Выходить на улицу И все остальное И контакты Аська Это было то Где я это все изучала Там я за 40 минут Училась по вопросам Чтобы человек понимал Свою боль И все остальное И вот такие вопросы Они просто вот Вот такие глаза У меня делали Я удивлялась Буквально каждый день Люди пишут 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 Да Есть люди Которые хотят это понять Там женщина пишет И говорит Ну мне муж изменяет Я говорю Я не могу заставить Вашего мужа Чтобы он вам Перестал изменять Она говорит Я и не хочу Я хочу понять Почему я ревную И почему мне больно И вот с такими людьми Там за час-полтора Происходит Что человек понимает Какого куска Ему не хватает А дальше уже решает Сам Что с этим делать А бывают люди А бывают люди Которые говорят Как мне изменить Его Или ее Что мне в себе Изменить Чтобы он Или она Наконец-то Стали гармоничными И все пришло В совершенство И то есть До этого момента Я натыкаюсь На одну штуку Почему Вот мне нравится Антон хорошо спрашивал Если я так вижу Эти механизмы Какого хрена Я снова и снова Залажу в отношения Где я вижу Что человек нецелостный Потому что Вот это как в танцах Если вы мастер танцев Это не значит Что вам не кайфово Танцевать с человеком Который немного Еще зажат Да Еще не полностью Знает все движения Вы же кайфуете Этот кайф Внутри вас Самих рождается Это вам прикольно И этим своим Самым ощущением Вы помогаете Другому человеку Расслабиться Но Важный фактор Если этот человек Имеет желание Понимание И для него Это реально очень важно Расслабиться Да Чувствовать себя комфортно И научиться тому Что умеете вы Это если за танцы То в отношениях Я наступила на такую стену И каждый раз на нее наступаю Это когда человек Имеет свободную волю Да Он живой Он типа имеет свободную волю Где-то в законодательстве Прописано только И я оказывается Не могу делать с ним Все, что я хочу Тоже очень странный факт И выходит Мне нужно что? Махать рукой не получается Не работает Он не слушается Не понимает меня С полузгляда С полуслова Он не понимает Как мне больно Как мне плохо Мне приходится что? Орать на него Чтобы до него дошло Какого хрена орать? Можно разговаривать Я увидела, что навык коммуникации Это такой огромный кусок Который, в общем-то Куда-то его унесли И что-то с ним сделали Мутировал Во время взрыва Да, АЭС там Чернобыльской Навык коммуникации Видимо мутировал очень сильно Потому что, в общем-то Мы же социум, правильно? Навык коммуникации Без этого вообще никуда Но как-то он мутировал В такую степень Чтобы Общаться таким образом Чтобы не говорить прямо Предполагать Что там еще Додумывать А еще самое лучшее Это Учиться смотреть по мимике Телодвижением Да Это же не врет Я забыла Сериал же есть, да Лайт Уми Тело не врет Главное научиться читать И тогда я четко пойму Когда он приходит домой Ага Я уже знаю Что он думает Что он чувствует Что он сделает В следующий момент Исходя из всего Что я предполагаю Здесь Из того, что я типа Прочитала на его теле Мимики и всем остальном Я подхожу и говорю Ты что, офигел вообще? Нет, ну ты офигел, да? Сразу по оружию Момент так Ты думаешь, я тебе секс дам, да? Стриптист? Ага Иди Спи На кушетке Не будет тебе еды Понял? Я сейчас пойду кухню Закрою на замок Электронный А ключ только у меня А? Света, Леша, все А что с тобой разговаривать? Все Ты меня не хочешь слушать? Нет, просто А зачем? У меня же бабушкин механизм Главное А что с тобой разговаривать? Да, рукой Это то же самое Как рукой махнуть, кстати Ну, то есть А что с тобой разговаривать-то? У меня же прописано Мама говорит Мужчины все виноваты А что с ними разговаривать Если они виноваты сразу же? Просто нужно сказать Какой ты Хрен, да? Чтобы уведомить тебя об этом И пойти играть на виде клавиатуры В кайфе таком Я ему сказала Он знает Все круто Это вдохновляет Писать композиции Снова и снова И по сути Сказать прямо О своих чувствах И эмоциях Самая сложная вещь Как будто на свете Ну реально А? Страшно же А почему страшно? А что вы теряете? А потому что Ты управляешься на человека А при чем без человека? А ты заниматься боишься Страх больше Основной страх потерять Или не получить Чего-то Ага Сейчас Люди учатся быть открытыми Открытыми Но не полностью искренними То есть Всю информацию о себе Говорят там Я был вот там-то Я разговаривал с теми людьми Там Я ходил туда-то Я пойду туда-то Я сделаю вот это Информация о том Что человек делает О том, что он думает О том, что он захочет сделать И отсутствует информация О том, что он при этом чувствует Что он при этом чувствует Как в 40 обычно Марат? Заебал ты меня! Круто, еще раз давай Я вроде говорю Что я чувствую по факту Правильно? Я ему говорю Ты меня уже достал Твою мать Сколько можно? Ты сидишь там что-то пишешь? Ты сюда что, пришел писать? Ну да, ты что думала? Офигеть вообще Я в этом чувствую Да вот именно А я-то Я А стриптиз Кому был на прошлой неделе? Что было? Когда? Забыл Да, стрипое пятно Ммм, понятно И в общем-то мы говорим Что мы чувствуем Особенно часто мы этим гордимся Я его прямо на три буквы послала А Это не похоже на то, что ты чувствуешь Что ты говорила Я закончу Можно Это к началу мысли И мы часто гордимся тем Что мы агрессивно можем сказать человеку Как мы его видим Или как мы его чувствуем Там я за милю чувствую какой-то На тебя посмотришь Посмотри на походку Одевается Как тебя алкоголем несет Что ты говоришь Ты не пил? Ага Я все вижу И совсем другая вещь Когда вы подходите к человеку Вместо вот первой фразы Которая была брошена Да, с матюком Рад? Да Мне страшно Мне страшно Боюсь очень Очень сильно боюсь Потерять боюсь Тебя боюсь потерять Совсем другой разговор Совсем другой разговор Правильно? Для вас есть разница в качестве диалога? Кто не видит разницу в качестве диалога? Все видят разницу И в общем-то Первый момент с агрессивным выражением того Что вы как бы чувствуете Да? Вы же агрессию чувствуете? Человек приходит домой Ребенка он не забрал Стриптиз требует Готовить кушать ему надо Вообще непонятно Что за хрень творится Меня это все раздражает Я выплескиваю это на него Правильно? Я же говорю, что я чувствую Я в общем-то говорю, что я чувствую Я ему об этом А что нет, правильно Я прямо ему об этом говорю Ну разве не так написано Наташа на сайте? Прямо говорить о том, что ты чувствуешь И есть искренность Так ты меня достал, чувак Это не было прямо Как же? Ты же меня раздражаешь Ну а как забота там и все дела Какая забота, когда ты меня раздражаешь? Ну у нас же с тобой отношения там Ну и что там? Там Ты видел, сколько разных отношений? У нас с тобой отношения и что? Слушай, иди скажи так на улице кому идут Причем и с улицы у нас же с тобой отношения Что? Что? То есть я реально увидела, что навык коммуникации Мутировал после взрыва на Чернобыльской АЭС Вместо того, чтобы прямо сказать о том, чего мы боимся Почему агрессия прет? Агрессия это уже такой крик вашего тела Когда вы не хотите слышать себя просто капитально Тело обычно как оно там Перенапряжениями всякими Он приходит домой Я уже чувствую, у меня спина напрягается Лопатки, руки У меня осанка Сразу раз Я такая Это первые две секунды Если повезет, если оно не задавлено годами То вы это замечаете Обычно мы этого не замечаем Следующий идет Вы его видите Визуальный контакт вызывает раздражение Охренеть Он уже Там прописано у меня внутри По маме По маме написано Учение мамы Что мужчина виноват Вот он виноват в том, что со мной происходит Он приходит Знакомая штука Человек приходит И мне становится херовее Дело не во мне Дело в человеке Это же он приходит Из-за него мне становится плохо А что не так? Я тебе подхожу и говорю Ты как не приходишь домой, мне фигово Я тебе подхожу Да Подключаюсь Я все высаживаю Со ствол С тобой не поговорить нормально Детей ты не забираешь Из детского садика Мужем нормальным быть не можешь Что ты завазила на этих тел У тебя ребенок есть? Ты в курсе? Тебе приснилось, что ли У нас детей нету? Вот это слепое пятно А в комнате там кто-то спит Маленький Да, маленький Ты что орешь? Он там маленький Он там спит Ты что орешь? У нас есть еще одна комната Это та тема, которую мы пропустили в Питере Мы говорили про живое тело И много-много-много всего Но полностью упустили тему взаимоотношений И коммуникации Видимо, поэтому Сначала меня так клемало А что кроме страха и тревоги За злостью может скрываться раздражением и злостью Кроме страха Вот эти вопросы чуть попозже Потому что там уже когда с эмоциями и с телом Я начну разговаривать Ну, говорить про это Вот там я это расскажу Я сейчас именно про отсутствие навыка коммуникации хочу То есть мы испытываем агрессивное состояние Дискомфортное состояние Вот есть у нас дискомфортное состояние Телесное Она там мне плохо Мне тошнит, она приходит домой И меня уже тошнит От одного его вида меня тошнит Ну, реально бывает Так, человек приходит и вас тошнит И начинает кружиться или болеть голова И вы думаете Что-то нужно сделать Что нужно сделать Пойду выпью таблетку Бухану вместе с таблеткой Она, знаете, так попускает Так Миша сразу прекрасен становится Кому-нибудь там Долорен Немножечко Рома И все классно И можешь Он приходит домой такая Я в комнату Сам себе и стриптиз И еду И все, что ты там делаешь Я пошла медитировать Я же тебя люблю, да Мне нужно что-то с собой сделать Вот И пошла там час-два Там заснула уже Просыпаюсь такая Выхожу Не работает Я пойду таблеточку И ром Это работает на самом деле Таблеточка, ром Можно поговорить нормально Не раздражает Я хорошая Я хорошая Хорошая жена Муж меня не раздражает Не важно, какими методами Я к этому пришла Я себя изменила Да Так естественно Я столько всего Я и медитировала И ребенка на кухню отправила Чтобы он мне не мешал своими криками И села в его комнате И по два часа каждый день В его комнате сижу Он бедный даже Потом в два часа ночи Только домашнее задание делает Но мне это не волнует Главное Ты видел, сколько я усилий прилагала? Нет А ты что? Нет? Ты не видел? Я тебе сейчас расскажу Подожди, все нормально Я сейчас все исправлю Я занималась медитацией Каждый день по два часа Ты слышал? Два часа Что, в пазлу сесть на два часа Чтобы у нас все хорошо было? А ты меня-то что-нибудь сделал? Для меня Ты слышал о таком? Духовность А тебе стриптиз Покажи мне сиськи Да Чувак Есть такая штука Медитация Ничего, что я на ней Сначала медитировать Научись для тантрического секса Так вот Я два часа каждый день сидела И ты меня теперь не раздражаешь Ты такой прекрасный Я вижу в тебе красоту Милый, хочешь покушать? Да Пошли А я пока схожу по друзьям, хорошо? Ты приготовься Подождать не сижу Сволочь Да, конечно же Сейчас, подожди секундочку Да хоть на весь вечер, милый Ты же знаешь, я тебя люблю Только смс-ка меня не закидывает Вселенная, что ж ты мне хочешь сказать? Да, конечно же Да, пожалуйста Я ребенка уложу сама спать Иди бухай Вот это идеальная жена Да, да, денежку Дать тебе денежку Только домой не приводи, хорошо? Нормально, если домой? Сумерку добавить в наши отношения Я тоже хочу что-нибудь сделать для наших отношений Секунду 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 Две таблетки Стакан Рома Еще раз Еще раз Подругу хочу привезти Да, окей А платить нужно будет за нее? Нет Вашу мать Что ты мотивируешься? Пробишь что-нибудь новенькое, ну На сайте было написано Доверять Вселенной Вселенной безопасности А как это соединяется? Вот это и Вселенная безопасность Мне от этого противно Мне от него уже противно Не, не противно Я тебя люблю, правильно? Да, я тебя люблю Это у меня делок в голове Я все еще встаю с открытым штом А не, у меня улыбка, да Шаблонная улыбка У меня же все хорошо Да, ты иди, иди, иди Ты приводи, конечно Конечно, конечно Что же я здесь должна понять? Что же я здесь должна понять? Нету подсказок? Блин Приводи девушку Ну так что? Синяйся Ты девушку приводи Приводи Привел Она страшная Ты знаешь, она страшная Ну что? Ты главное Пакет А тебе можно? А можно я тебе Одену пакет? Главный человек Хороший Ты еще Академ Синский Можно мне? Так вот в чем фишка Это все смешно И бла-бла-бла Так в чем фишка? Я все время думаю Я задаю себе вопрос Написано Вселенная безопасна Нужно доверять Вселенной Хрень происходит у меня в семье Ну вы знаете, как у меня в семье хрень происходит? Он домой баб водит Он хочет, чтобы я с ними тоже спала Это куда запихнуть? Это что значит доверие Вселенной? Понимаете? Иногда есть такая вещь Она космическая Называется собственное достоинство Вот Если его нету И если нету понимания того Что вот каждое существо Это целостная единица Вы знаете фракталы? Кто знает, что такое фракталы? Ага Примерно Примерно Так, ладно Хорошо, не фракталы В общем, голограмма Тоже не очень Хорошо В общем-то каждый из нас Это полное повторение всего целого Да? Полное повторение всего целого Но это не значит Идентичная копия Идентичная копия Со всем потенциалом Со всеми способностями Со всем-всем-всем-всем-всем С прямой связью Какой клон? Ты видишь, мы по-разному выглядим Сбой программы Точно Так вот Я сбилась А-а-а Что я говорила? Собственно А потенциально Да, и каждое существо Полное повторение Всего единого Это не значит Что у нас, у каждого Больше нету личного пространства Ну знаете, эту такую штуку Манипуляцию эзотериков Мы же одно целое Иди тебя обниму Можно тебя по лапу? Тебе не нравится обниматься? Какая-то ты странная Ты не из наших Да, однозначно Какая духовность? Ты все закрыта Вот Стоп, удалось Мне таки сказали Я говорю, я не понимаю А что, если я не хочу Обниматься с каждым Первым мужчином Так я что? Не страшно Да, нет, там была Духовная близость Я хочу духовной близости Аджина в аджину Или как-то А нахатова нахату Ну, наверное, вот это И очень отличные такие манипуляции Понимаете? Мы же единое целое Вот эта вот логика того Что он всегда виноват И моя мама права Я вижу, насколько у нее Классная жизнь Они не ссорятся Папа всегда счастлив И доволен Вы знаете, он молчит Перед телевизором Но я чувствую, он счастлив И наши инструменты Приспосабливаются Очень хорошо К тому моменту Что главное Получить свое Правильно? Ну, я хочу Духовной близости Я хочу Духовной близости Ну, что ты не смотришь на меня? Ты что? Я духовной близости хочу Давай Вот, подвижил Аджина в аджина в адахату Аджина в адахату Ну, представь Давайте на секундочку Девушки Девушки Давайте представим На секундочку Ты духовный практик Такой Йок какой-нибудь Преподаешь У тебя куча там баб А они там все приходят Такие И в эту позу И в эту позу И в любую позу Могут выкрутиться Я так не умею Я так не умею Я так умею готовить кушать И претензии предъявлять Непонятно, какого хрена Ты на мне женился Мне нужна только ты Да, я тебя покиную Ой Тут микрофон Вот Да ты что, правда У нас духовная связь Да, у нас духовная связь Точно, да И мы в обнимку сидим Так все классно Ом поем Ну, духовная связь Очень классная Духовная связь Да, да, да Точно Половинки же Половинки Так, духовная связь Самое главное Так и написано Да, вот в этих вот Древних книгах Так и написано Духовная связь Между партнерами Самое главное Вот А что нет, что ли? Нет, конечно же Да Пойдем ом Попоем Да Кстати, вариант Вы знаете, сексуальная Недовлетворенность Никуда от этого не девается Вот Ну, она девается То, что вы ходите налево Например Да Или много злости сразу Он приходит домой Но у нас же духовная связь Мы половинки друг друга Вот А у него на лбу сперматекс Естественно Но оно трансформируется Неужели ты не знаешь энергия Трансформируется Сублимируется Сублимируется Транссидентируется Я не знаю, как правильно сказать Да, представим Сперматоксикоз превращается Как только он переходит Можно я закончу Он только переступает порог дома Сперматоксикоз меняется на Духовная любовь На лбу написано Я его вижу и просто таю Вообще Это же классно Ну вот отличное отношение, правильно? А кому не нравятся такие отношения? Мне Почему? А всем нравится, да? Всех был Здесь полная гармония Здесь полная гармония? Здесь полная гармония? А я не вижу Он переступает порогу Когда ко мне подходит Я вижу духовную любовь А что всех остальных устраивает Такие отношения? А у меня вопрос Ну хорошо, я понимаю, что у него проблема Но я ничего не хочу с ним делать Ты понимаешь, что у него проблема? Ну вот если я поняла, что у него не устраивает качество секса Да, вот Вот я это осознала Вот мне нужно, что мне делать? А я не хочу А меня устраивает Что мне делать? Послать? То есть расстаться с ним? Или мне нужно себя там как-то там А мне нравится Мне тоже так же пишут Меня привет? Значит, может это у меня проблема? Или мне просто это не нужно? Или это вот вселенная мне показала то, что мне не нужно? Вот так вот мне и пишут Только вот как мне определить, мне не пишут в конце Они обычно говорят Что мне делать? Скажи мне, что мне делать? Я пойду и сделаю Хороший вы сказали Нет, я хочу сама Так вот, очень важная вещь Космическая, звездная Называется достоинство Кто знает, что такое достоинство? Объясните мне, пожалуйста Ну, ты же там сама это стала очень Не-не-не, своими словами Не то, что я писала Представь, что я не знаю Я понятия не имею, что такое достоинство Это достоинство? Это умение спокойно объяснить О том, что у тебя есть свои потребности Цели, чувства Спокойно объяснить это достоинство Сейчас, подожди, я проверю Марат Марат Ты знаешь? А мне нравится наш секс Мне нравится все, что у нас происходит Я счастлива, да Круто Все, пойдем еще раз тогда Да, пошли еще раз Это что, достоинство? Это достоинство было у меня? Нет, ты же объяснила не свои чувства Нет, я сказала, что мне нравится секс Достоинство, может, ощущение своей значимости Глубокое понимание Да это приводит в любое Уважение, уважение Ценить себя, ценить себя А что это значит? Уважение к себе Объясните мне, народ Знать, что тебе хочется И понимать, что это имеет право на существование То есть, то, что вот я хочу, чтобы это было так Очень классная вещь Вот мне нравится, как урезается спектр Есть огромнейшая сфера Есть то, чего мне хочется И то, чего мне не хочется А то, чего я не знаю Я тут не копаю Там, если этого я не вижу То с этим невозможно даже и работать Так вот, есть хочет Я хочу этого А этого я не хочу Почему воспринимается так, что достоинство Это говорит только то, что я хочу Вот то, говорить Уведомлять его Я хочу поехать на Карибы Услышал? Я уважительно говорю, да? Ну, я хочу поехать на Карибы Я хочу Слушай, ты не хочешь спросить, что я хочу? Нет Я хочу Я хочу Это главное Тут вот написано Достоинство Это когда я Говорю другому И знаю, во-первых, чего я хочу И говорю об этом другому человеку То есть, мои желания Они все У меня есть достоинство Чувак Чувак У меня есть достоинство Видел? Видел? У меня достоинство есть Видел, да? Это что было только что? Ничего А что вы? Мы поедем на Карибы Я этим достоинством У нас поль же Может быть, это принятие Когда я принимаю то, что у меня есть Принимаю то, что есть у партнера И мы договариваемся Если мы не договариваемся То я принимаю то, что у нас не получилось И не корю ни себя, ни его за это То есть, я остаюсь Серьезно Сейчас Сейчас, сейчас, сейчас я проверю Давай Ну, каждую теорию проверяем на практике, да? Как ты сказал? Я принимаю Я принимаю, что вот я Хочу такого секса Меня настраивают Я принимаю, что ты всех баб трахаешь Которые ходят Я кого не трахаю, что подразумеваю, что так и было Я принимаю, что мы с тобой Реально у нас есть духовная связь Я принимаю, что тебе насрать на нашего ребенка Ты его забываешь Все отлично Теперь Как тебе там дальше? Мы живем с этим Это не про то, что ты говорил Я другого не уведу Что именно ты имел в виду? Ну, в этом принятии есть уважение Я уважаю его И свои границы Если мне не нравится Если я там жена Мне не нравится, что у кого других баб Значит, я не спущу этого А если он не принимает мои такие границы То просто мы расстаемся И все Да, да, да Я тоже это услышала Сейчас подожди У меня есть это Двустволка Сейчас подожди Я говорю не то, что чувствую Не то, что думаю Я не знаю, как выразить Сейчас, секундочку Оно так и происходит обычно в жизни Двустволка Пошли На работу ты идешь А мне нравится такое Знаешь, я вот буду Я чувствую Я когда держу эту штуку в руках Я чувствую себя сильно Я тебя бабой чувствую Посмотри, как ты будешь себя бабой чувствовать Иди на работу Иди на работу Иди на работу Одна неделя, две недели Нет, я отстреливаю Я отстреливаю Я отстреливаю Да Ну, меня не устраивает Понимаешь, меня, как женщину Не устраивает, что другими спишь Что такое? Что это за поведение такое? Да, я что могу сделать это Просто, ну, не хочется Милый, мы же духовная пара Мы же Омс утропели Да, это же Разве наша связь Не самая главная вещь в мире? Это самое главное Но ты можешь то же самое делать Спать с другими? Да Как ты мог только подумать Что я захочу спать с другими? Фу, слава богу У меня же есть Да, спасибо, что напомнил мне А так же, так же тоже развивается Смотрим внимательно Спасибо, что напомнил мне Что я могу спать с другими Я тебя просто вот очень уважаю Потому что я все время забываю Что я тоже могу ходить налево Да, ну, может и не найду Потому что я трахаться хочу Я же с ним нормально не трахаюсь Хотя я говорю, что мне нравится А домой он приходит выжатый как лимон, правильно? Он там со всеми уже Я говорю, оттого ты ко мне он приходит Ом попеть Это забавно Я с кем я не трахаюсь Работаю целый день Домой прихожу Хочу с тобой время провести А ты все время своих медитаций Омах и тому подобное Мы же с тобой вместе проводим время Время вместе Ом поем Что тебе не нравится? Больше хочется с тобой Больше пить Ом? Можно растянуть С двух часов до шести Так у тебя потом работа Мы с тобой вместе помолчать В парке походить Что за нездоровые желания? Это странно Я понимаю, что ты хочешь от меня Я реально понимаю Вот до тех То есть вот когда человек пытается понять Что такое достоинство То есть он в общем-то Выцепляет Это что-то вот здесь вот Вот это вот Наверное, это ядро достоинства Только он не понимает Что это такое за вещь И тогда он либо Агрессивно отстаивает свои границы Говорит Я не хочу этого секса Я этим не занимаюсь Я от тебя уйду Ты что, меня не слышишь? Бросается, бросается, бросается Бросается, бросается И говорит Здесь моя территория Здесь моя территория Здесь моя территория Но Если у человека Есть огромнейшее чувство вины То вместо этих бросаний Агрессии Будут аккуратненькие манипуляции Ой, у меня голова болит Ты знаешь, я сегодня наработалась Вот Но главное Чтобы не произошло того Чего вы не хотите Вы не можете Например Человек не может прямо сказать Прямо сказать Я не хочу этого Не хочу кушать суп Ты приготовил суп Романтический обед Раз за 20 лет Я не могу сказать нет А я не хочу это кушать Оно даже на вид уже страшное Что я делаю? И на розу у меня аллергия Да, и на розу у меня аллергия Я ромашки люблю Что делать? Я ему не могу Он впервые за 20 лет Сделал один романтический вечер Как я могу такое пропустить? Ну От этого просто тошнит уже Смотришь на вот это вот Что я делаю? Мое тело мне сразу помогает Мне кружится голова Меня тошнит Буквально рвет Тут же я теряю сознание Все Ну это когда очень сильный шок бывает И Ты не хочешь чего-то сильно Очень сильно этого не хочешь А не можешь об этом сказать И тело начинает помогать Вам становится плохо И вот тут у вас есть реальная штука Вы говорите мужу Ты знаешь, я пойду полежу Ой, спасибо за ужин И за цветы большое спасибо Я очень это ценю Конечно же Да, любимый Как мне прихватило Я пойду полежу И в общем-то у нас осталось достоинство По факту того, что не произошло То, чего я не хотела Я этого не хотела Этого не произошло По действиям достоинство сохранилось Одна проблема Я так не сказала прямо Просто прямо Прямо Да, с уважением А не так Издеваешься 20 лет я тебя просила Купи мне ромашки Я тебе говорю Хотя бы на 8 марта Приготовь обед Да Хотя бы на 8 марта 20 лет прошло Ты сейчас мне вот эту вот хрень готовишь Да Меня трос тошнит Да Это ты мой муж Ты меня знаешь Ага Вы прямо говорите о том Как вас это злит И это тоже можно принять за достоинство Потому что вы не делаете того Что вы не хотите, например При этом вы прямо об этом говорите другому человеку Ну вот главное, да Я не делаю этого При этом я извещаю его об этом прямо В общем-то так на сайте у Наташи написано Вроде подходит достоинство А там дальше написано Без искренности к себе Достоинство не начинает работать Потому что вот эта штука Ядро достоинства Это искренность Быть искренним По отношению к самому себе Вы приходите домой? Нет, естественно Вначале это очень сложно Потому что занимает очень много времени Вы знаете, я только на прошлой неделе посмотрела ролик Наташи Прочитала какую-то статью Я прихожу домой Я, кажется, про достоинство прочитала Наверное, не просто так я нарвалась на именно эту статью Я прихожу домой Вижу эту хрень на столе Он сидит довольный Ну конечно же, правильно? Что делать надо? А компьютер в той комнате Я не знаю, что делать Но нужно, чтобы было достоинство И вот представим, что вы понимаете Что главная вещь Это быть искренним к самому себе И тогда можно простоять на пороге Еще два часа Пытаясь себя понять Потому что начинаешь себе задавать вопросы Ну очень скучное такое занятие Пытаться понять Почувствовать Вселенная шумит Понять и почувствовать Одну вещь, например Первую Что у нас есть? Это агрессия Я злюсь Я злюсь, что за 20 лет Он впервые сделал то Что я от него ждала С самого первого дня Почему я злюсь? Я уже буквально сказала это Потому что за 20 лет Он не услышал меня Он не понял, что Без романтики Я чахну Он всего этого не увидел И не понял во мне Ага, непонимание меня С полувзгляда С полувзгляда Телепатия не владеет Выбрала не того И вот Я стою Я выцепляю Не главное Но первое ядро Я злюсь на него Потому что он 20 лет Не понимал меня А когда он сделал эту вещь Я очень четко увидела Насколько он не понимал меня 20 лет Потому что Знаете, 20 лет Это муж, ребенок Измены Оооо Духовная пара Конфликты Мама говорит, что я что-то не так делаю Нужно вот здесь нажать Нужно ему вот так сказать Я делаю Устаканивается И снова, снова, снова И в общем-то Адаптация у человека Один из таких механизмов При которых зона комфорта Может быть даже где-нибудь Не знаю там Под колесами поезда В метро Даже там Можно сделать зону комфорта Если стать маленьким 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 Мы очень быстро Адаптируемся к тому Что нам не нравится Давим это в себе Приспосабливаемся Да, вот мы приспосабливаемся Это мне не нравится Оббило мягкими стенами И получается Каком-то в психушке Все нормально Все хорошо Зона комфорта Эти углы Меня не давят И когда он делает то Чего я ждала Это главный момент Я этого ждала 20 лет С первого дня свидания То есть да С первого дня свидания Кто про яблоки читал Я думала У него есть 10 красных яблок Вот сейчас Через 20 лет Я вижу Да, у него есть 10 красных яблок А вот реально То есть через 20 лет Он их достал Я с первого дня Это ждала 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 За 20 лет Это ожидание Стало такой болью Такой раной Но чего я оббила Эту стенку Мягко Очень мягко Несколько слоев Ведь это самое главное Почему я с ним Я все еще жду Что он подарит цветы Я все еще жду Что он увидит Насколько я прекрасна Что он будет ценить меня С моей там маленькой грудью С волосатыми ногами С кривыми коленками Я все еще жду С самого первого дня Я не делаю Того Что могу сделать К самой себе Я жду этого от него Я сама К себе Не проявляю этого Я смотрю на себя В зеркало Каждое утро И пытаюсь Поскорее пойти дальше. Ой, мне на работу, привет, Наташа. Потому что, когда я задерживаюсь где-нибудь, у нас пробка, очереди, не люблю стоять в очередях, потому что, особенно напротив какого-нибудь зеркального здания, смотришь, видишь свои кривые коленки, маленькую грудь, а здесь сиськастая дома стоит. Я слышу все время, что муж говорит, вот у нее сиськи такие офигенные. Я смотрю на себя в это отражение. И мне становится от себя противно, я себя ненавижу за то, какая я, потому что то, какая я есть, я ему не нравлюсь. А фишка в чем? Возвращаемся обратно. Драе ожидание того, что он покажет мне, как это делать, как меня ценить, вот как меня такую ценить. Я не умею этого, у меня отсутствует навык ценить себя такой, какой я родилась. Маленькая грудь, кривые коленки. на пластическую операцию денег не хватает. И хорошо. И вот каждый день, сталкиваясь собственным отражением, я понимаю, что я этого не умею. Конечно, я не понимаю этого на уровне сознания. Прям таки я смотрю на себя в зеркало и говорю, я все еще не умею ценить себя. Пойду найду какого-нибудь хахаля, который это умеет. Я у него научусь, скажу ему пока за навык и пойду уметь ценить себя. В чем проблема? Оно же не так происходит, да? Мы смотрим на себя, мы себе не очень нравимся. А потом мы смотрим фильмы мелодраматические, читаем книжки, верим в великую любовь, правильно? Ведь любовь основа всего. Везде так пишут. А вселенная безопасна, она о нас заботится, тоже везде так пишут. Тогда я просто остановлюсь и жду, когда появится тот мужчина, который умеет делать то, чего я не умею. Но я этого не умею, мне придется тогда огромный дискомфорт. Я стою и жду. Ну, естественно, я крашусь, в порядок себя привожу, стараюсь соответствовать нормам, чтобы мужчина таки притянулся, правильно? Я не хожу, как Наташа Северская. На такую никто не посмотрит, вы что? А мне нужен мужик, чтобы навык-то понять. Поэтому я как можно сильнее начинаю соответствовать требованиям социума, чтобы, в общем-то, самый главный спектр мужчин смог на меня клюнуть, а быть может, там, где-то, в этой сети с рыбой есть кто-то один, все такие, маленькая грудь, фу, колени кривые, да ты на себя посмотри, где-нибудь один, есть такой вот духовный, да, который говорит, ты не переживай, это не главное. Пойдем ом попоем. Да, свет, добро и любовь. Посмотри, какая ты прекрасная. И смещает мой фокус, я все еще этого не умею. Но я думаю, что он это умеет, ведь он начинает мной восхищаться. Он начинает восхищаться моим внутренним миром, моей внутренней красотой. Говорит, какая я прекрасная внутри. Какая я добрая. Это все еще внутри. А я думаю, наверное, он имеет в виду всю меня, то есть и снаружи тоже. Это и есть тот самый мужчина, нужно выйти за него замуж. Ну как же я, может быть, долго буду учиться, как ты это делаешь-то? Где ты там видишь эту внутреннюю красоту? Я когда на себя смотрю в зеркало, я не вижу там этой внутренней красоты. А ты видишь. Я не искренна с собой, да, потому что, в общем-то, искренней с собой можно быть на тот уровень, на который вы себя осознаете. То есть, по сути, это искренна с собой. Я говорю, я себя не люблю. А может, я этого даже не осознаю. Я просто чувствую, я его хочу, всё, мне нужно выйти за него замуж. Он такой невероятный, он такой офигенный, он пришёл в мою жизнь, вся моя жизнь изменилась. Я наконец-то начала себя ценить, я наконец-то начала себя любить, я наконец-то начала себя уважать. Мне резко захотелось там одеваться сексуально. Я даже подумываю пластическую операцию сделать и грудь увеличить, ведь я такая прекрасная внутри. И вот он любит меня внутри, он любит меня внутри, он видит мою внутреннюю красоту или говорит о том, что он её видит. А я слышу, что я вся красивая. Я думаю, это и есть мой навык. Я вышла из этого хрена замуж. А он говорит, мне сиськи большие надо. А я полгода слышала, какая я духовно красивая, какая я внутренне прекрасная. Я добрая, нежная и понимающая. До этих слов, да, я такой была. А теперь я очень сильно разочарована в тебе. Я-то думала, ты умеешь меня всю любить и ценить, а ты такой же, как и все. Тебе главное сиськи подавай. Так получается? То есть можно сказать, что искренность – это как вот эта вот крышка. Если мы готовы быть искренними с собой, то мы хотя бы уже видим, вот у нас есть, вот вверх баночки мы видим. Я стою на пороге. Я вижу этот стол, я вижу розы, я вижу ужин. Я автоматом начинаю чувствовать ту боль, которую я 20 лет прятала за теплыми, мягкими, обивками. Все хорошо. Я дождусь своего звездного часа. Вот мой звездный час. Теперь мне охренительно больно внутри. Потому что 20 лет я ждала, 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 ждала. Я думала, что мне нужно сделать так, чтобы он наконец-то начал таки меня ценить. Вы видите, я разговариваю со своим зеркалом снаружи. Я говорю, я себе постоянно снова и снова повторяю, когда же ты начнешь ценить себя сама. То есть я смотрю на него и внутри думаю, почему ты не можешь любить меня такой, какая я есть? А стоит только поставить вначале свое имя и подойти к зеркалу. И тогда я говорю себе, Наташа, почему ты не можешь любить меня таким, какой я есть? Какая я есть? Тут я смотрю на свое, я же смотрю на себя в отражении, я вижу свое тело, правильно? Я вижу свое тело, я слышу, Наташа, я что, шизею немножко, да? Это что, тело со мной разговаривает? И в общем-то мы доносим до себя одну вещь все время. Когда претензии, мы выражаем претензии другим людям, чего они нам не дают, чего они все еще в нас не понимают, почему они так поздно делают то, чего мы ждали 20 лет. Вы знаете, я даже говорила ему на протяжении этих 20 лет, буквально каждый день, я хочу ромашки. Через 20 лет он мне розы дарит. От всей любви, зачем тебе ромашки? И вот чем больше я общаюсь с людьми на встречах, тем больше я офигеваю от того, насколько, насколько страшно понимать себя, осознавать себя глубже и глубже, и глубже получается. Потому что вот эту боль ожидания можно было обнаружить еще в первые полгода. Да, там же романтика, влюбленность, конфетно-цветочный период. А потом резко начинается вот это вот более серьезное отношение, сразу ожидания врубаются. А они обычно врубаются с самого начала, как мы видим, мужчину или женщину. только цветочный конфетный период, он так обивает стенки очень мягко, запахом жасмина, ромашек. И этого нету снаружи, в общем-то этого и нету снаружи нормально. Или есть. А особенно если есть, то мы этого и не замечаем. Как бы есть же, есть, есть, есть. Все классно, 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 классно. Жопа. Как так получается? А неважно вырулиться, вселенная меня любит. Идем дальше. А дальше эта жопа продолжается, потому что вселенная, она не несет ответственности за тот выбор, который вы делаете. Вселенная организатор. Вот видите, организатор спит. Вселенная. Что такое? Все под контролем. Вселенная огромнейший организатор. Она делает все, что от нее зависит. Чтобы создавать реальность, создавать ситуации, создавать моменты, создавать окна возможностей. Снова и снова, снова и снова создавать вам возможности, нам, каждому из нас. Для того, чтобы мы что сделали? Поняли, чего мы хотим и приняли решение. Что мы хотим делать? И делаем это. Быстро. То есть вселенная огромнейший организатор. И вот вы приходите к нему и говорите, я не знаю, чего я хочу. Она такая, а я тут при чем? Я занимаюсь организацией, а ты все еще не знаешь, чего ты хочешь. Иди подумай. Осознавать себя — это ответственность игрока. Осознавать себя — это ответственность игрока. Когда насколько глубоко мы себя осознаем, настолько искренними у нас получается быть самими собой. Правильно? Если я не осознаю, что я там ожидаю от него там того-то, то я как бы говорю, ну я искренна, правильно? Я перед собой искренна, но я-то не осознаю там вот, что внизу. Я с тобой искренна ровно на том, на те проценты, насколько я себя осознаю. А дальше я лезть не хочу. Тогда вопрос. Вот здесь вот хороший момент. Я понимаю, что я не хочу копать вглубь себя. Вот здесь я могу быть искренна с собой. Я не хочу, потому что я боюсь. Я не хочу, потому что это изменит мою жизнь. А у меня ребенок, двое детей и муж. Если я начну копать вглубь же, я стопудово знаю, моя жизнь изменится, да? Я себя возненавижу, его возненавижу. Хорошо, я это все пойму, я это все проработаю. Тогда, скорее всего, я с ним разведусь. А что делать с двумя детьми? Посмотрите, мы еще даже не начали понимать себя. А нас уже пугает, что будет, когда я себя пойму. И да, я стану счастлива, но что? Что? Я разведусь. Бедные дети, ведь я выросла без отца. Нет, я не хочу себя осознавать. Я не хочу себя осознавать. А как же безусловная любовь? Барат, как безусловная любовь? Ты можешь мнение принимать без всяких ожиданий? Конечно же. Опять же, самое главное, что я не осознаю этих ожиданий, и мне кажется, что их нет. Я тебя люблю безусловий. Да, круто. Пошли он попоем вместе. А я еще по-друге скажу. Ты ребенка забрал? Да. А что ты мне условия ставишь? Какие условия? Я тебе просто говорю, у нас ребенок есть, его нужно забрать, нужно заботиться о ребенке. Какие условия? Я от тебя ничего не жду. Я от тебя не жду. Неужели ты не видишь? Я ничего от тебя не жду. Никаких условий не ставлю. Я люблю тебя безусловно. Часто кажется, что если мы часто об этом побольше об этом поговорим, так и будет. Таблеточку алкоголя, таблеточку алкоголя. Я же не знаю, что на это отвечает. Я тебя должна безусловно любить. Ты трахаешься с кем хочешь, а я тебя должна безусловно любить. Великолепно. Достоинство. Достоинство – это что? Искренность по отношению к самой себе. Меня это… Я не хочу, чтобы он за себе остальными трахался. Но это я себе говорю в голове, я ему этого не говорю. Когда я подхожу к нему, я говорю, ребенка забрал из детского садика. Безусловно я готова. Возвращаюсь в зону комфорта и снова такая, блин, нужно же быть искренной к самой себе, нужно быть искренной к самой себе. Я не хочу так жить, я не хочу так жить. Я хорошо, я понимаю, что я не хочу так жить. Вот в этом моменте я реально не понимаю, как же я хочу жить. Я развожусь этим хреном. Забираю ребенка или отдаю ему, пускай там себе. выращивает. У него там куча баб, будет много, мам. Тебе наплевать на нашего ребенка, да? Я тебя без условий люблю, без ожиданий. Забирай ребенка и уматывай. Кирпичник Никита. Не кину, я тебя люблю без условий, ты можешь, ты свободен. Там Наташа пишет, что ты свободна единица вселенной. Уматывай отсюда. Вы видите, какие-то формы может принимать. мы вроде как бы понимаем себя и искренне сами с собой. А чего у меня не хватает, чтобы, блин, наконец-то стало все на свои места, то потому что, смотрите, да, сейчас, я с ним развелась, от ребенка избавилась. Боже, я свободная женщина. Так сидели, я такой, то вы что, гора с плеч. Знаете, когда расстаетесь с парнем или с девушкой, гора с плеч, боже мой, все эти ожидания уходят куда-то. Я снова свободная. Могу одеваться как хочу. Мне нравится моя кровь, мне нравятся мои коленки. Все так классно, все мне в себе нравится. Ну, если почаще в зеркало не смотреть, то все нормально. Если она красится хорошо, то вообще обалденно. Если поставить подкладки в лифчик, невероятно, можно на тусовки ходить каждый вечер. И все классно. И забиваем себе мозги тем, что все хорошо. Посмотрите, я себе твержу все время, все хорошо. Наташа, у тебя все хорошо. Посмотри, поставила эти штуки, у меня уже третий размер. Макияж на лице. Я говорю, Наташа, посмотри, у тебя все хорошо. Правда? Ты красивая, сексуальная. Найдем еще одного чувака. Я читала Наташа, главное детально сформулировать запрос ко вселенной. Я теперь, я же тоже мозг включаю. Он у меня вначале хрустел только. А теперь я развелась, ребенка спихнула. Я теперь знаю, чего я хочу. Я хочу замуж. Ну как? Смотрите, я же до сих пор, у меня вот эта вот дыра, я до сих пор, у меня нету навыка, навыка нету ценить себя просто так. Не вставлять себе эти штуки на грудь, не делать этот дурацкий макияж. Павлин, прям прихожу на дискотеку, все на меня смотрят. Я думаю, боже, все на меня смотрят. Я такая классная. У меня все еще нет этого навыка, потому я четко знаю, чего я хочу. Я хочу замуж. Навыка-то нет. Нет, видимость навыка это создаёт. Ну да. Ну а как же, как же я буду без мужчин? Ну, даже танцевать вместе. Навык-то есть, надо же спромить. Его нужно использовать на всю, ну как же. И мама мне твердит все время, ты что развелась? Нужно семью, тебе же 35. Чувство вины еще было? Естественно. Там чувство вины от того момента, что я ребенка сбагрила, но, вы знаете, там как-то оно все уходит, уходит. Да, никаких ожиданий нет. Я ребенка своего безусловно люблю. Я его папе отдала. Вот. Потом можно быть его обвиняем. Ну у меня же в психике прописано, мужчина всегда виноват. Если что, все равно. А так, если будет у меня ребенок, это не сработает. Поэтому я ему сбагрила. Все отлично работает. Психика великолепный механизм. И он не помогает. Вселенная помогает. Да, точно. А Вселенная еще и помогает. Поэтому он там уехал куда-нибудь в Австралию, в Нидерланды. У него есть ребенок. Вот о себе. Я не знаю, чем он занимается. Я только знаю, у него есть работа, бабло. Ты что, ржешь? Я понял. Главное я знаю. Он живет в хорошей стране, с хорошей зарплатой. Вселенная позаботится о моем ребенке. Все. Типа чувства вины нет. Вы понимаете, насколько далеко и в какие дебри я ухожу, да? Я развелась, я ребенка сбагрила, я снова хочу замуж, я все это в себе делаю, чтобы снова выйти замуж. Я нахожу еще одного чувака. Ну, я походила на дискотеку, я понимаю, там только на сиськи все покупаются, да? Я же приду домой, после свадьбы это все придется снимать. И мейкап, и накладные, и коленки, и они под кринолином пока не видны, а потом раздеваешься, ну вот. А некоторые любят при свете сексом заниматься, он видит мои кривые коленки. Я снова делаю то же самое, те же самые действия. Я иду на семинары, по йоге. Я делаю духовное лицо. А на семинарах по йоге то, что у меня маленькая грудь и кривые коленки, это плюсы. Это моя интимность. Да. Это то, мне скажут, и что я снова слышу? Ты прекрасная внутри. Посмотрите, я снова ту же хрень прохожу. Только сначала мне таскал человек на дискотеке, я подумала, боже мой, святой на дискотеке. А теперь я поняла, на дискотеке, то есть у меня уже был опыт, они как-то мне говорят, какая-то прекрасная, а внутри мне нужны только сиски. Тогда я иду туда, где маленькая грудь, кривые коленки и там, не знаю, нездоровые зубы и ломающиеся волосы. Это огромнейшие плюсы для духовной любви, вы понимаете? Я прихожу, и за мной увиваются несколько мужчин. Кажется, и говорит, какая я прекрасная. Думаю, с кого же выбрать? Выбираю, женюсь. Тьфу, замуж выхожу. Ребенок рождается. Вы знаете, тантрический секс, это невероятно. У нас рождается ребенок, все так классно. Только почему-то он все время медитирует, ездит на эту йогу, ходит. Да, он занимается ребенком. Полная противоположность от первого моего мужа. Он занимается ребенком, он из детсада его забирает. Он его раздевает с самых двух месяцев разговаривает с ним. Мне уже плевать на этого ребенка, меня раздражает. А он с ним занимается. Он любит этого ребенка. Он ребенка любит больше, чем меня. Что делает снова Вселенная? Вселенная снова, то есть в первый раз она прямо сказала, у тебя сиськи нети. А во второй раз Вселенная уже четко, глубже бьет по внутренней боли. Она говорит, вернее, она для меня, она показывает, что мой муж любит ребенка очень сильно. А я стою в стороне. У меня до сих пор нету этого навыка, что я себя всю такое люблю. Да, мне все уши прожужжали, какая я духовно, внутренне, прекрасная. Отлично. Только я-то этого не чувствую. Я думаю, он мне будет говорить с утра до вечера, какая я прекрасная, ведь он духовный человек, да, он йогой занимается. Он мне первые полгода дарил там диски с музыкой. Медитативной. Я их складывала, складывала, но на видном месте, типа я их слушаю, иногда ставила там в музыкальный центр, он приходит домой, а я говорю, смотри, я слушала твой диск, а теперь я родила ребенка и все внимание на ребенка. У меня огромная ненависть не к мужу. Муж мне нужен, чтобы научиться себя ценить. Поэтому у меня ненависть рождается к ребенку, потому что ребенок забирает все внимание моего мужа на себя, а оно нужно мне. я так и не понимаю, как он меня такой любит, раздражает уже. А он приходит, говорит, ты такая красивая, ты такая прекрасная. Сексом я уже занимаюсь только по умолчанию, со всеми шаблонными штуками, даже тантрическими. И внутри меня уже бурлит и боль, и раздражение, недовольство, обиды, куча претензий. Я же не могу ему высказать претензии, как к этому. Кто тебя понимает? Боже, мой первый был просто подарок по сравнению с этим. Я могла ему прямо сказать, ты что, трахаешься со всеми подряд? А здесь я не могу, я не могу к нему подойти, потому что он так на меня смотрит. Он видит, какая я прекрасная. У меня чувство вины зашкаливает очень сильно. И там такие уже внутренние конфликты. Я вижу этого ребенка, хочется его придушить. Нельзя, я же внутри не прекрасная. Это не смешно, потому что таким образом человек загоняет себя в целый лабиринт из внутренних конфликтов. Внутренние конфликты, вся жизнь, вся психика этого человека загнана по внутренним конфликтам. Не решенным, потому что нету одной вещи, навыка, самого первого навыка ценить себя. Вот это вот первого навыка в жизни этой девушки. То есть она начала встречаться с мужчиной, и она, да, там уже папа обычно говорит там, «У, у тебя грудь маленькая, коленки кривые, ты юбку одевай подлиннее, я тебе куплю нормальный лифчик, или хочешь пластическую операцию сделаю». Девочка уже в начале, с самого детства знает, «Я такая папу не устраиваю, такой папа меня не любит, такой папе я не нужна». Боль, а потому что в детстве не понимаешь, что с тобой не так. Вроде же все нормально, ты есть. А папа говорит, «Нет, ты не понимаешь социума, девочка, ты повзрослеешь, пойдешь в университет, ты видела этих дамочек? Ты видела, какие они невероятные, как они ходят? Так вот у них ровные ноги, поэтому юбку подлиннее одевай». И это реальная ситуация, как это происходит в жизни, а не то, что я себе придумываю, потому что вот этот ужас, этот кошмар просто происходит в бытовых ситуациях. И естественно, приезжая куда-нибудь на сатсанку, мы хорошо отвлекаемся. Мы думаем, наконец-то она стрельнет, у нас все выровняется, не надо будет осознавать и проживать ту адскую боль, которую я прочувствовала там, не знаю, в пять лет, когда папа увидел, «Ой, у нее ножки кривые, будет тебе сложно в жизни». И от этой боли я бегу всю свою жизнь. Я думаю, я поеду там сюда на сатсанку, сюда, сюда, йогой займусь, еще чем-то. Я начну делать все, что в общем-то другим людям помогает. И я надеюсь, что это не вбросит меня снова в эту боль. А Наташа на ролике я смотрю, чтобы настроение поднять. Она так кривляется. А осознавать туда я не хочу идти. Это к чему я подвожу? К тому моменту, что Вселенная не может заставить нас сделать выбор и осознавать себя. Мы сами принимаем это решение, когда нам уже до такой степени фигово в жизни, до такой степени больно, то все уже эти механизмы, мягкие стены, они уже полностью порваты. Боль каждый момент жизни наполняет, ничего не спасает. И тогда у нас приятная безысходность начать осознавать себя. к скольким годам это обычно происходит? 30, 40, 50. Как научимся адаптироваться к той жопе, которая происходит у нас в жизни, да? Закрывать на нее глаза и говорить, у меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все хорошо, но у меня же все... Вселенная же меня любит, у меня все хорошо, везде только хорошие энергии. Вселенная не может заставить... Вот она вообще спит. Она не может заставить меня, она даже напомнить мне не может, что мне нужно себя осознавать. То есть я бьюсь, 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 мне больно, больно, все, я не получаю то, чего я хочу, все, не получается счастье, все, получается страдание, 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 страдание. Я понимаю, что Вселенная явно небезопасное место. Я на опыте это вижу, небезопасное место. Вы понимаете, реально небезопасно, если вы не включаете свой мозг. Потому что это как с закрытыми глазами выйти на шестиполосное шоссе. Вселенная небезопасна. Ну а сознательно, как вот вы открываете глаза, да, вы видите, тут едет машина, тут, 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 а свето-переход через два километра. Пешачий два километра до перехода. Вы видите, там написано даже там табличка, два километра до перехода. Вы это видите? А тут вы говорите, не, 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 Вселенная безопасна. Закрываете глаза и идете по дороге. Если вам повезет в первый раз, что все машины остановятся, вы потом очень хорошо запоминаете, что? Вселенная безопасна. И начинаете ходить с закрытыми глазами дальше. А там уже сразу натыкаетесь на одно, на второе, на третье, на четвертое. И у вас внутренний конфликт. Как это? Вот здесь, на шестиполосном шоссе. Сработало. Сработало. Девчонки, я закрыла глаза. Я просто доверила Вселенной. Я почувствовала эту мощь. И я пошла. И они все остановились. Да, они что-то кричали, я не слышала, у меня были наушники в ушах. Ну, я выжила. И они... Понимаете, сам факт. Я даже не то, что я просто прошла, они остановились. Это же невероятно. Значит, Вселенная работает. Я прихожу домой, и Вселенная уже не работает. Я бьюсь об косяки, бьюсь об мужа, бьюсь об ребенка. Я вижу... А нет, я же не вижу, да, это все. Я закрытыми глазами говорю. Ой, ой, что такое? И тут я... Что я начинаю делать? Я начинаю делать очень крутую штуку. Я начинаю думать, что такого я не понимаю, что там сработало, а здесь нет. Я буду повторять те же самые действия. Я снова закрываю глаза. Думаю, представим, что моя квартира это шестиполосное шоссе. Я захожу, натыкаюсь на мужа, на ребенка и слышу, что-то они мне кричат. Повторяется та же ситуация, что и на дороге, да. Я иду, они останавливаются и орут, что-то орут. Я не помню, была музыка в ушах. А здесь он орет мне какую-то хрень постоянно. Что же я упускаю? Вот здесь получится, либо не получится дойти до того, что вообще-то суть была немного не в том, чтобы закрыть глаза, пройти по шоссе. Почувствовать единство со Вселенной. Меня никто не сбил, они даже остановились. А вот эти моменты, эти опыты, невероятные опыты в жизни, когда какая-то синхрония происходит, не случайные случайности, а офигительные моменты. То есть вам по предназначению нужно будет сделать такую очень важную вещь, поэтому Вселенная говорит «бля!» и начинает останавливать машины. И они начинают «вы хотите орать на вас?» Потому что вам надо тупо выжить, чтобы сделать потом вот эту важную вещь. А вы думаете, вы не видите вот этого всего. Вы видите один факт, какой-то опыт в вашей жизни, сверхъестественный, метафизический, не поддающийся вашей узкой логике восприятия, а не Вселенской, да? И вы говорите «они остановились, это же весь кайф, машины остановились, такого же ни с кем не бывает!» Я избранная. Да, я избранная, все машины остановились. И вот если у нас не получается догнать эту разницу между… Пришла домой, закрыла глаза, наткнулась на мужа, он на меня наорал. В общем-то повторяется все то же самое, но здесь мне неприятно. А здесь было охренительно. Я снова возвращаюсь на шоссе, но мне уже немного стремновато, да? Это второй раз. Я уже вижу, дома эта логика не сработала. Но я очень хочу, очень хочу понять. Я снова музыку в уши, погромче, чтобы единство со Вселенной хорошо прочувствовать. Делаю шаг вперед, меня сбивает машина. Я помираю, хожу из тела. Я продолжаю думать. Чего я не понимаю? Так вот, чего я не понимаю, кто скажет? Мне нужны руки. Что? Нет, тут распространенный вопрос. Любить себя, понимать себя. Детально, чего я не понимаю? Ответственность. Так работает, ты понимаешь, работает же. Ведь первый раз работала. Как у нас работала? Это ты скажешь… Людям, ну, как бы, социальным. Вот если ты скажешь, что ты эзотерикам, они тебе не поверят. Единичный случай обычно определяет всю жизнь. Потому что я увидел во сне его или ее. Вся моя жизнь поменялась. От этого теперь вся ответственность за все мои последующие решения, шаги, мысли, действия, чувства. На этом моменте одного опыта метафизического в жизни. Потому что это охренительно классно. Это необычно. А еще это круто, правильно? Люди чего хотят? Чувствовать себя очень важным элементом. И это невероятно… Вот в чем часто мне говорят, типа, ты вот говоришь про собственную важность, что она важна. Чувствовать себя уникальным, неповторимым. Созданием Вселенной. При этом это создание Вселенной полностью повторяет все сущее. Здесь вы реально можете ценить себя. Не то, какие у вас коленки. Не то, какая у вас грудь. Не то, какие у вас зубы или волосы. Вы понимаете, вы уникальны, неповторимы. И тогда на свои коленки вы смотрите не из момента. Я внутренне красива. Коленки не в счет. Ну неважно. Я же их просто принимаю. Коленки, вы просто есть. Грудь первого размера, ты просто есть. Я же чувствую свою уникальность. Нет. Это меняет все ваши самоощущения. Вот эта важность себя как уникальной, неповторимой, единицы Вселенной, которая полностью повторяет все сущее. Позволяет автоматам отстраивать это самоощущение достоинства. Достоинства, которое потом при взаимодействии с другими полями, с другими территориями, не бросается как бешеная собака на других. Типа, эй, я уникальная частица Вселенной. Непонятно, что ли? Ты не видишь? Бейджик, да, бейджик. Я уникальная, неповторимая частица Вселенной. Как-то Наташа писала еще. Которая повторяет полностью все сущее содержит в себе. Так же само. Я не помню, как это написано было. Ну в общем, неважно. Ты что, не понимаешь, что я уникальная, неповторимая частица Вселенной? Я тоже. Главное, что я уникальная, неповторимая частица Вселенной. Когда-то происходит только на уровне мыслей, да, там, я знаю, я там прочитал. Наташа так хорошо кривлялась, что я практически прочувствовала это. Это еще не то. Вот когда вы реально чувствуете себя уникальным, неповторимым. Такое страшное слово. Индивидуализированным. Не знаю, как это просто сказать. А только отдельным сознанием Вселенной, которое повторяет все сущее, сразу цепляется за слово «отдельное». Как? Мы же все одно, ты же это чувствуешь. Поэтому индивидуализированы. Так, чтобы вот там сразу переклинило. И тогда один из главных признаков этого, того, что вы на самом деле это чувствуете телесно, вы испытываете нежность. Нежность к абсолютно всему, что видите. Вы видите красоту во всем. Не в смысле того, что даже в этом некрасивом дереве я вижу красоту. Ну, кривой ствол, да. Кривой ствол. Можно научиться. У него изогнутые черты. Да. Можно еще такую хрень сделать. Прямо поэтически описывать, насколько он красив. Хотя вот... То есть вот я чувствую, что в общем-то он по шаблону не подходит. Но если я его поэтически для себя опишу, а потом еще скажу об этом своему другу, ты видишь изгибы этого дерева. Он невероятно прекрасен. Он уникален. Да, вот, посмотрите. Что за груди? Вы видите эти цвета? Непонятные изгибы. Это же уникальность вселенной. Но если внутри вы этого не чувствуете, вы реально, ну вот, да, искренне по отношению к себе, вы понимаете, это ваше бла-бла-бла для других людей, типа бла-бла-бла для вселенной, в общем-то бла-бла-бла для себя, что я все еще не чувствую, как Наташа говорит там, пол такой классный. Да, я не знаю, там, с чего тут. Полочка офигительная. Я не чувствую этого. Мне приходится что делать? Мне приходится писать стихи. Полочка. Она невероятно прекрасна. Но я думаю, быть может, так до меня дойдет, что она прекрасна. Я наконец-то почувствую, меня прорвет. Способность, когда вы реально, реально-реально, изнутри, телесно, чувствуете, что вы уникальная, неповторимая единица вселенной, которая несет весь потенциал всего, что существует, того самого, да, типа абсолюта, да, источника, когда вы это чувствуете, от красоты того, что вы видите вокруг, у вас рождается невероятная нежность. Нежность, когда не в смысле, я смотрю на это, я плачу каждый раз. О, такое прекрасное. Такая нежность, просто невероятно. О, я снова плачу. Муж звонит. Да. Да на второй полке в холодильнике, ты что, не поняла? Я тебе написала записку. Слепой, блин. Обалдеть. Вы понимаете, сколько есть моментов, из-за которых мы все время увиливаем, увиливаем, увиливаем. И мы говорим, если я вижу вот в этом прекрасно нечто, эту красоту у меня просто до слез пробивает, наверное, я уже чувствую единство. Блин, опять звонит. На второй полке, я сказала. Наверное, это то, что есть, говорит Наташа, вот это вот единство. Вы чувствуете диссонанс? Где-то я что-то упускаю, да? Или нет? Может, так и должно быть. Вот если я выхожу в лес, а я не слышала во второй раз. Во второй раз мне неинтересно, что я говорю на второй полке, понял? Все, междустал. Он отвлекает меня от нежности, от красоты. Я столько нарабатывала, я искала, где же это. Я полочки стихи писала. Я замерла и почувствовала в этом нечто. Невероятную красоту. Вот он мне звонит, ну. Мне пофигу, что ты мне там хочешь сказать. Я вот наконец-то этот опыт чувствую. Что я упускаю? Ну, понимаете, это прикол первого опыта. Наверное, это и есть то, о чем пишет Наташа. И я выхожу в лес, и мне так клемает, офигеть. Все магистрали соединяются в одну. Я чувствую блаженство. Ну, в лесу, знаете, как классно? А если речка? Вот. А? Если в капкан. Мы когда приехали, Антон, мы гуляли с Маратом и с Антоном и вышли. А? Это озеро. Где оно находится? Я не знаю. Из Майловском парке. Там есть озеро. Офигительное место. Вот на таких, да, местах просто вот-вот. А вообще, прошибает там невероятно. Думаешь, обалдеть там, да? Еще два часа позже, уже не то. А вот сейчас, тот самый момент, здесь и сейчас, и к Хартале. Вот. Это просто невероятная красота. Я чувствую нежность, такую всю невероятную красоту и нежность, Наташа Северская. Наверное, я уже всего достигла. Блин, опять звонит, да что такое? Не буду отвечать. Это же так обалденно. То есть, мы находим, просто находим себе место. Деревья самые безопасные существа, правильно? Ну, максимум, только когда при землетрясениях они на нас падают. Трава, деревья, самые безопасные существа. Мы туда приходим, вот здесь я чувствую, здесь вселенная безопасна, особенно если там место, где вот нету людей в округе, тогда вообще обалденно классно. Возвращаешься к остановке, нежности нету, красотой не пахнет, напряжение офигеть. Вокруг уроды. Однозначно, чувак однозначно. Ты смотришь на эти лица в маршрутках, ты слушаешь маршручек, они непонятно на каком языке разговаривают, что-то тебе кричат, забирают деньги, сдачу не дают. Ты приходишь домой, гришь, на второй полке, сволочь уже задолбал. Все. А все начиналось с прекрасного опыта нежности и красоты. Перерыв на 20 минут. Все хорошо. Слышишь? Да. Да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...